Христос посреди нас, мои родные, любимые и сердце дорогие Христолюбцы, все любезные мне, братцы и сестры во Христе Иисусе Господе нашем и Боге, Творце и Создателе 2000 лет тому назад, пришедшему во плоти и давшему себя в образец, пример и путь нашей жизни, святой жизни евангельской, при соблюдении только и которой И к достижению совершенства можем спокойно войти в его вечное царство, царство блага, счастья, любви, радости и мира, и кротости и смирения Сегодня мне вопрос задала Анна в Одноклассниках, я что-то про него вообще забыл, а она меня потом с чем-то поздравила, по-моему А, ну да, с троицей, и я увидел, что она меня еще, тут я не вижу, ну в общем-то давно, еще неделю назад, наверное, вопрос задавала Я решил на него ответить В принципе, меня такие темы не очень интересуют, ну ладно, ну вопрос, а можно вопрос, Анна, можно Что говорит Библия о будущем нашей страны? Когда говорят, когда пишут или говорят, что Библия говорит, у меня как-то Ну, в Библии может быть написано, хотя слово Библия говорит как-то, что в Библии написано Ну написано, да, что пророк говорил, или Бог говорил, или какой-то человек там говорил, но это написано Рукой написано, Библия сама не говорит, даже аудиовариант, это кто-то читает то, что кто-то сказал Мне кажется, вот от таких, я бы назвал все-таки паразитирующих слов, надо избавляться, что Библия говорит Библия ничего не говорит, в Библии написано, да Никогда так ни Иисус, ни апостолы не выражались Они говорили, написано, не читали ли вы? Читали ли вы? Написано Как говорил пророк Исаия, да, и это написано в Библии Сама Библия, она ничего не говорит Что говорит Библия о будущем нашей страны? Ну я так понимаю, Анна тоже живет в России Святые старцы, может быть, что-то об этом думали Может, вы сами что-то об этом думаете Думается, очень многим вашим читателям будет тоже очень интересно, будем очень ждать Наверное, это Анна меня на Яндекс.Зене, на меня вышла На мой, может быть, канал, или Яндекс.Зен Ну, писать я точно ничего не собираюсь Хотя, может быть, статью Я статьи не столько пишу, наверное, правильное слово Я их публикую, или оформляю Оформляю статьи, как посты Для меня Яндекс.Зен это как посты Ну ладно Вопрос будущего России Сейчас я заделаюсь за великого пророка И буду пророчествовать вам о будущем России Смешно? Мне очень смешно Я не буду, конечно, ничего говорить о будущем России Я понятия не имею ничего о будущем ее А за повод я хочу взять этот вопрос и поговорить о такой вещи, как национализм Я в проповедях так выражался и в чтении писания я говорил, какое отношение Вообще, патриотизм, я считаю, переодетым фашизмом, национализмом, как хотите Это лишь сатана в виде ангела света Все это одно и то же Я вообще не патриот Мягко скажем И более того, я считаю, это сатанинским извращением Чего? Опять чего-то божьего Что такое патриотизм? Я люблю свою родину Господи, а я ее не люблю Это вы очертили границы, назвали это моей родиной А моя планета Земля, она вся моя родина Что значит, я люблю свою родину? Ну, у вас, сегодня вы тут очертили границу Завтра вы тут очертили, сказали, режьте этих И я по что, пойду резать, что ли? Потому что я люблю теперь ту кусочек, который вы мне очертили Нет Патриотизм, это национализм, это фашизм Чистой воды, вот и все Сатана в ангеле света Я не люблю родину, я не люблю Россию Потому что для меня слово Россия ничего не значит Это вы написали эти шесть букв на земле, которые кому она принадлежит Бог сотворил небо и землю и все, что на ней Кто? Вы ее расчертили? Бог ее, что ли, расчерчивал? Бог эти границы рисовал Завоевывал их, мечом там рубил всех подряд несогласных Господь, что ли, это делал? Нет Мне не нужна никакая Россия, мне не нужна никакая Америка Мне не нужна никакая Европа Мы все дети Божьи, мы все сотворены от одной крови Я вообще не признаю этих разделений Россия, не Россия, русский, китаец, японец, какая разница? А есть метисы, их куда возьмем? Библия, ее отродясь не было Ну, понятно, что были здесь народы, где вот я живу Кто-то тут жил, понятно, и две тысячи лет там назад И даже пять тысяч лет, может, назад жил Но весь Ветхий Завет Ну, немножко есть Даврама, у нас там совсем немножко событий Это всего несколько глав из целой книги И который является целым набором книг Да, и все А потом вообще начинается история одного народа Все И то, почему у нас в Библии один народ описан, еврейский Почему все на нем показано Я буду об этом говорить Мы сейчас Ветхий Завет читаем на канале Христолюб Кто со мной начинает Вся избранность еврейского народа лишь в том, что он просто один выбран На ком просто это показано Все мы проходим этим путем Все мы не покорны ни Богу Во всех нас нет ничего хорошего Одна мерзость перед Богом Вот это судьба каждого народа Ничего тут великого в каком-то народе вообще нет Кто разделил эти народы? Да, Бог создал нас разными Но делят-то кто все это? Делят, начинают что-то одно над другим превозносить Это все люди Мне все народы нравятся Мне нравится прекрасная, разнообразная, созданная Богом природа И в том числе природа человека Все разные, все прекрасные Я вот этого не понимаю Если, кстати, человек исполнен любви Он, наоборот, в других будет видеть красоту Он скорее сам умолится и скажет Да, вот китайцы красавцы У них такие-такие прекрасные свойства Посмотрите на тех, кто насырится со своим Это же гордыня Я, я вот, мы лучше них Да чем-то лучше, что у тебя что, четыре руки, что ли? Две руки, два глаза Хотя руки, может, кривее его быть Вот Библия поэтому ничего не говорила о России и не говорит Новый завет нам записан лишь историю ранней христианской церкви Вот и все Что она может говорить? Книга откровений написана тоже в этот же период Ну да, о будущих, о последних временах Поэтому ничего Библия не говорит ни о России, ни о чем и говорить не может Так называемые святые там старцы или еще кто Мне вообще без разницы, что они говорят Вот Я когда и читал предания ортодоксальной церкви Уж на это я вообще не обращал внимания Причем вот именно Никакой России тогда не было Они ничего писать не могли Древние там и до какого-то определенного момента А то, что пишут современные так называемые ортодоксальные святые А перхеек за святых-то почитать не почитаю И что они пишут о России, мне вообще без разницы Я вообще терпеть не могу, вот эти все, когда я смотрю там ролики в интернете Не смотрю, а вижу, что они всплывают Я говорю, вот эти насуются, как курица с яйцом, со своей русскостью, святостью Мы русские, мы православные, мы избранный народ Божий Кто вас избранным-то назначил? Кто? Кто? Да никто, вы сами себя назначили Сами себя избрали Колыбель, матушка Русь, Богом избранный народ, Господи У людей ум вообще помрачился Господь сказал, рубашку отдай, мы все, давай драть ото всех Вот, а вот мое мнение, да? С Библией быстро разобрались, там ничего на старцев мне вообще без разницы Какие-то там старцы, что-то там писали Вот, а мое мнение, вот такое Все эти границы, нет ни одного христианского государства Все это только фантазии Если бы действительно страна была государственной Государства было христианских У них бы были открыты границы Мы бы все раздавали бы Жили бы скромно по мере веры Творили бы добрые дела Не было бы у нас никакой армии До сих пор есть страны, которые вообще отказались от оружия, от армии И они, кстати, не находятся в порабощении у соседних государств Я не помню, там они мелкие, конечно Вот, есть такие страны Россия никакая не христианская страна Обычная языческая страна Вот и все С культом мамоны У нас один бог чрева Вот и все У всей страны И точно так же у всех И у христианской Америки И у христианской Европы Один бог чрева Больше нет других бобов Чрева и мамона Внешне и внутренне Лишь бы счет побольше налей было И живот Пару желудков пришить И напихать их до До ума помрачения Просто, чтобы Как еврейский народ Блевал от этих перепелов в пустыне Так и мы И мы скоро блевать будем И все равно будем Еще пихать в себя Безудержно Вот это все Так что у меня нет никакой Ни России, ни русских Я себя не считаю никаким Ни русским, ничего Ну, в паспорте у меня написано Что я русский Мне вообще без разницы на это слово Я человек Я богом созданное Его творение Более того, как он сам сказал О нас, моего дети Вот счастье на земле И я люблю всех людей Мне без разницы Я не делю их ни на группы Ни на нации Ни на социальные эти И все, когда люди начинают Чем-то вот этим Насаться с этим Со своими талантами С теми же самыми Да, я художник Или вот художники Такие герои Поэты И все И давай Все это ерунда Одно дело Ты другого восхваляешь Да Вот это красота А не со своей Насышься Мне все это вообще Чуждо Я прям Не знаю Мне все это противно Вся эта гордость Превозношение Какая-то Я даже не знаю Я вот слов не могу Подобрать Мне что-то хочется сказать А сказать я не знаю Это какая-то Помраченность просто Вот и все Ничего в этом Не евангельского Близко нет Люди, которые Об этом говорят Об этом думают Целыми днями ролики выпускают У сильных Сильные правители мира Ой, он молится По всем телевизорам Показывает Да он ничего рядом Вообще не знает Ни Бога, ничего Не нужен ему никакой Ни Иисус Никакая святая жизнь Он ничего Никогда пальцем К этому не прикасался Скажете я осуждаю Никого не осуждаю Вы сами все это видите Все это знаете Я имена не называю А Господь сказал По плодам их узнать Он нас так учил Вот я и говорю Вы сами все эти плоды видите Знаете Все это лишь какая-то иллюзия Насуются друг с другом Да и все В каждой стране Там живут нищие Люди Многодетные Там или еще какие-нибудь Больные И богатые миллиардеры Какая-то христианская страна Господи Насуются На один рубль Пенсию поднимут А эти миллиардами гребут И все будут думать Ну когда же мы вытянем экономику Настанут Настанут Сейчас еще Сейчас еще И кормят Тупое быдло Простите По-другому сказать Не знаю как Лапшу И это быдло ведется На это Что сейчас Сейчас я еще 6-10 лет поправлю И все Все будет хорошо Да вы уже сколько Тысяч лет на земле Правите И все одно и то же Богатые пируют Нищие Благовестуют Вот вам Вот вам Мои кошаки Охотятся на бедных птичек Вот так Вот так Вот так вот Ничего мне сказать Хорошего Нечего Я отрицательно Категорически Против всех этих понятий Это все Антиевангельско Антибожественно Все это сатанизм Переодетый Прямой Весь вот этот Патриотизм Все это Я люблю все Боже Творение Вот я живу Здесь Вот дерево Вот Вот Я живу И вот это небо Оно хоть и Над всей землей Но я его люблю Над собой Просто Потому что я другого Не вижу Я буду жить В другом месте Я там все буду любить Не место красит Человека Не то что на нем Одето А он Украшает Место Я вот сюда приехал Здесь тоже Вот такие сорняки Выше моей головы В три раза были Куча мусора Еще что-то Хоп-хоп-хоп Годик второй Третий И все в порядке И все красиво Где-то газончик Где-то все Прибрался Что-то поддел И все И вокруг тебя Все преображается Человек делает Мир прекрасный Бог сказал Хоть и Эдемский сад И райский был А Господь сказал Возделывай И сохраняй Трудиться и там Надо было Вот и все Какая разница Где жить С кем жить Это все не имеет значения Человек Исполнен Святого Духа Ему везде будет хорошо И со всеми Ну я имею ввиду Понятно С нормальными людьми С бесами Хорошо не будет Это понятно И в аду Я имею ввиду Все в пределах Нормального Вот поэтому Поэтому вот так вот Поэтому по поводу Будущего России Мне вообще без разницы Какое-то будущее России Мне само слово Это противно Противно в том плане Что все вот это все Не потому что это название А что в это вкладывает Уже Я не знаю Когда произносят Вот это все Даже вот Я конечно не знаю Вопрос Анны А что она там О чем она думала Когда она его задавала Вот когда я все это По телевизору Вот этот весь пафос Меня аж прям меня Я новости смотрю Ленты в основном Все Вся подача Все новости Посмотрите Мы хорошие Все кругом плохие Все прям по классике Жанра Адама с Евой Все вокруг виноваты Мы Агнцы непорочные Думаешь Альтернативную Что-то посмотреть С другой стороны Чтобы получить Объективную Какую-то информацию Там то же самое Только с другой стороны Ты понимаешь Что объективности Нет нигде У них то же самое Несут И вот каждому Несут на голову А получается Оба неправы Вот и все Поэтому я вот Лично те же самые Новости смотрю Только в основном Ленточные Чтобы Просто в курсе Событий быть Что творится Вот и все А подача Меня шить От нее подташнивает Все время Я говорю Мы хорошие Все кругом плохие Да что ж ты будешь делать А у них Посмотришь У них то же самое А истина получается В том Что надо на себя Посмотреть От себя начать Вот так вот Все эти разделения Все это Все это Вообще Это все Ничего хорошего Не дает Все это Какая-то Гордыня За что Вообще Я не пойму Гордость какая-то За что Она Ладно Хоть бы своей Праведностью Правда Хвалился бы Хотя бы Евангельской Праведностью Был бы добрым Кротким Смиренным Милосердным Мирным Долготерпящим Да Есть что показать Господь сказал Сотворите И научите Апостолы Говорили Сами в себе Давали образец И учили друг другу Что в себе Образец показывали Евангельской жизни А это Что ты насыщешься Ну родился ты В этой стране Ну и что Евреи насыщутся Своей этой избранностью Которая там была Чтобы Как Господь сказал Я там буду говорить Когда Ветхий Завет Будут читать Все их не избранности Это Я говорю Как он Там надо будет К ним применить Ту фразу Которую Господь сказал О фараоне Я просто на тебе На вас покажу Покажу Все что я Как я вас палкой Буду воспитывать Вот и все Вся избранность народа Чтобы на нем Все показать И вот придумать Ну ты родился здесь И чего Чем ты гордишься Чего ты доброго Ты Чего доброго Сделал Где твоя Праведность Чего ты доброго В этой жизни Хорошего сделал Вот так У меня Все это Кроме печали Не вызывает Когда люди Даже об этом Вообще Думают Настоящий христианин Должен все это Из головы Выкинуть И Любить всех людей А любовь Это будет проявляться В делах И в словах В личностных Конечно же Только надо Не путать Мы должны Объективно Давать оценку Всем событиям Вокруг себя Происходящим А людей Надо любить Обязательно А как ты их Будешь делать Если ты уже В голове У себя поделил Их Причем так поделил Непонятно По какой схеме Которую ты называешь Истинно На самом деле Это ложь Вот он Я русский Так я хороший А он не хороший Ну или они хорошие Но не такие Как мы Это же Наш Наш Избрал Господь Мы же Колыбель Христианства Какая это Колыбель Христианства Язычеством Культовым Прикрылись Христом И вот и все Ваше христианство Какое-нибудь Эртодоксальное Протестантское Я спасенный Лежи на диване Вот и все Дела твои Вот так вот Вот такой мой ответ Может он вообще Кажется вам не в тему Но мне хотелось Сказать И может быть Кто-то увидит И больше Такую не будет Мне задавать Вот я терпеть Не могу Все Вот это все Что связано С патриотизмом Все это мне Чуждо Чуждо Потому что Все это Не Божье А все что не Божье Не Христово Мне чуждо Чуждо Там нет никакой Ни света Ни радости Ни любви Ничего Все это Какая-то глупость Такие ролики Таких людей Я слушать не могу В ютубе Которые С целыми днями Этой ерундой Занимаются Все у них Кругом Там плохое Одни мои хорошие Да везде люди Есть нормальные Да Сами системы Ужасные Вот это То же самое Даже если Вот эти слова Просто были Ну да Мы разные Есть же разные Цвета Есть имена Имена У всего сущего Есть имя Ну хорошо Это ладно Ну все это Что приобрело Какой характер В моих глазах Все это давно Приобрело Отрицательный характер Ну в смысле Не в моих глазах А как я вижу Какой характер Все это приобрело Вот и все Потому что Никто не говоря Слово дерево В него ничего плохого Не вкладывает Но говоря Слово государство У меня уже Ничего хорошего Ассоциации Никакие в голове Не приходит То же самое Когда все это С нациями И все Я говорю Со всеми этими Религиями Культами Меня же Все подтрясывает Всегда от этого Бог есть Он живой Он благо Он любовь Иисус Просто воплотит Принес нам Принес нам Новый рай На землю Адамово состояние Опять эту истину Простую нам Открыл Вот и все Все остальное Ложь Все что вне Христа Вне истины Вне Иисуса Ложь А это истина В простоте Любите друг друга Вот вам вся истина Радуйтесь Жизни Будьте Мирные Долготерпеливы Кротки Смиренные Уповайте на Бога За все Благодарите Всегда радуйтесь Вот во вся истина Все остальное Бред Человеческий И сатанинский Вот так вот Ну вот так вот Я сказал вам О России Вот так вот Все Пока Пока-пока Субтитры Редактор субтитров